Мишка-топтышка Жил-был в лесу медвежонок. Звали его Мишка-топтышка. Хороший медвежонок. Маленький, мохнатенький, косолапенький. Только раз приходит этот топтышка домой весь в слезах. Не хочу быть больше медведем, рыдает. Это почему же удивились мама с папой? Да как же, всклипывает Мишка. Топтышка, совсем задразнили. Зайчонка тронул? Ах ты, медведь косолапый! Лисенку на ногу нечаянно наступил. Ах ты, медведь неуклюжий! На дерево полез, сучок сам сломался, а сорок кричит. Ох, форменный медведь! А самое обидное, сегодня с барсучонком боролись, он меня повалил. А все, эх ты! А еще медведь называется. Мама сразу в буфет полезла. Поешь медку, сынок. А папа задумался, а потом и говорит. Есть, сынок, одно средство твоему горю помочь. Да оно волшебное. Волшебное это хорошо, облизнулся Топтышка. И довольно трудное закончил папа. Трудное? Ну что ж, медведь трудности не боится, храбро сказал Топтышка. Он эту медвежью пословицу не раз от папы слышал. Тогда слушай. Для начала придется тебе каждое утро гимнастикой заниматься. Ой-ой-ой, сказал Топтышка. Ой-кой, не ой-кой, придется, строго сказал папа. А как сделаешь гимнастику, будешь волшебные слова повторять. Я Топтышка не топчумба, я гимнамба научумба. Намба-томба захотемба, шевелюмба да потемба. А что дальше делать, потом узнаешь. Сам догадаешься. Ничего не попишешь, начал наш Топтышка гимнастикой заниматься. Каждое утро пятки вместе, ноги в рост, наклоны, приседания и так далее. Сперва трудно было, а потом даже понравилось. И вот в один прекрасный день стал он после гимнастики волшебные слова повторять. А оно вдруг по-другому сказалось. Я намемба не топчумба, даже бемба научумба. Намба-томба захотемба, шевелюмба да потемба. Переполошился Топтышка. Что же думает делать? Как быть? Хотел было папу спросить, да подумал-подумал и сам догадался. Пошел к зайцу учиться бегать. Что вы думаете? Немного дней прошло, и Топтышка наш чуть-чуть самого зайца не обогнал. И в этот самый день волшебные слова опять переменились. Я намемба не топчумба, я и пламба научумба. Намба-томба захотемба, шевелюмба да потемба. И отправился наш Топтышка к выдре плавать учиться. Лучше выдры, известно в лесу, никто плавать не умеет. А потом по деревьям лазить. Белка его учила, все жалела, что хвостик у Топтышки коротковат. А то бы из дерева на дерево перепрыгивать научила. А еще потом пошел учиться прыгать. К оленю. А еще, еще потом стал в футбол играть и в волейбол. Словом, когда осенью в лесу состязания по борьбе устроили, он не то что барсучонка. Трех брослых барсуков на обе лопатки уложил. Все в лесу давно забыли, как Топтышку дразнят. Кого не спроси, каждый скажет. Топтышка? О, он у нас молодец, настоящий спортсмен, чемпион. Говорят, его даже люди к себе на Олимпиаду пригласили. Что ж, вполне возможно. Тут и сказке конец. Ой, чуть не забыл волшебные слова. С медвежью на простой человеческий язык переложить. А то вдруг кто-нибудь по-медвежьи не понимает. Даже тот, кто в детстве слаб, неуклюж и косолаб, станет ловким, станет стройным, станет сильным, как медведь. Только надо очень-очень-очень сильно захотеть. Очень сильно захотеть и немножко попотеть. Вот теперь все.